Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал Геоэнергетика.Инфо. Я Борис Марсенкевич. По ту сторону экрана с нами сегодня Александр Фролов. Александр, добрый день. Здравствуйте. Предлагаю коротенько вспомнить, чем отличился нефтегазовый мир за минувшую неделю, чем нас порадовал, чем нас повеселил, чем огорчил. Ну, для нас огорчений я не вижу никаких. Нефтегазовый мир. Самым ярким событием в мире нефтегаза, пожалуй, стала ситуация с Северным потоком. Притом не Северным потоком-2, про который мы говорили много раз, обсуждая его со всех сторон, а он вот как себя повел в самый неподходящий момент. А с первым Северным потоком, как это ни удивительно, но оборудование необходимо ремонтировать. Любое оборудование. Вот любой автомобилист периодически свою машину привозит на СТО, где проводится ТО. И у оборудования, которое обслуживает газопроводы, которое, к примеру, обеспечивает прокачку газа, например, газоперекачивающие агрегаты, которые, собственно говоря, вот так и называются, их необходимо ремонтировать, потому что оборудование изнашивается, необходимо проводить, поэтому необходимо проводить текущие ремонты. Но обычно профилактические работы на газопроводах проводятся, ну, на таких крупных, например, как Северный поток, имеющих стратегическое значение, проводятся летом, потому что летом, как правило, спрос на газ ниже, чем зимой. Поэтому нет, в общем-то, ничего удивительного в том, что северные, ремонтные работы на Северном потоке начались летом. Но тут же оказалось, что есть мудрые, прекрасные, отличные, крайне продуманные санкции, которые ввели наши зарубежные партнеры. Конечно, уровень этих санкций несколько разный. То есть, кто меньше зависит от России, уже ввел вот самые жесткие ограничения. Это, например, США, Канада. Ну, то есть, ввели ограничения те, к кому мы газ не поставляем. Кому мы газ не поставляем. А те, кто зависит побольше, те пока еще опасаются вводить ограничения на наш газовый бизнес, но они готовятся. Александр, вот на секундочку. Значит, по поводу того, кто в этом толерантном мире чего куда вводит. Наиболее жесткие санкции в отношении ограничений на импорт из Российской Федерации ввела Австралия. Она строго-настрого запретила сама себе покупать российский уголь, российскую нефть, российский газ в любом виде и российские нефтепродукты тоже. Настолько бескомпромиссная борьба, которую ведет Австралия, никому не снялась. Она крайне жестко ко всему подходит. Это прекрасное подтверждение тезиса о том, что кто меньше зависит, тот вот самый бескомпромиссный и жесткий. Где Австралия, где Россия, где поставки газа, нефти, угля в эту чудесную страну. Ну, да бог с ним. Да пусть они пока посидят в своем этом скромном углу и подумают над своим поведением. И несколько слов по поводу перекачивающей станции. Надо отдать должное, что это крупнейшая на планете станция по мощности. Напомню, что продолжительность северного потока что первого, что второго – 1200 километров, и станция стоит на берегу в России. То есть давление в трубе необходимо создать такое, чтобы газ спокойно преодолел все расстояние до побережья Германии. Там действительно мощнее, комплект газоперекачивающих агрегатов – это отдельное такое инженерное произведение искусства. Да, как правило, компрессорные станции ставятся с частотой 100-150 километров, а здесь стоит одна станция и качает газ сразу на тысячу с лишним километров. Вот без малого. Это, кстати, крайне энергоэффективно. Это, кстати, крайне экологично, потому что металлоемкость меньше, потому что меньше затрат, удельные затраты энергии меньше и так далее. То есть прекрасное действительно инженерное сооружение. Газоперекачивающих агрегатов там стоит 8 штук, точнее стояло, пока один из этих газоперекачивающих агрегатов не решили отвезти в Монреаль, что в Канаде. А Канада, как мы помним, одна из самых бескомпромиссных стран, которая ввела очень бескомпромиссные санкции против Российской Федерации. Почему повезли в Монреаль? Что это вообще за история? Дело в том, что в конце нулевых годов только-только в Российской Федерации стали осваивать производство газоперекачивающих агрегатов большой мощности. И запуск такого масштабного производства пришелся уже скорее на начало десятых годов. Речь идет про газоперекачивающий агрегат Ладога-32. До этого момента, до того, как его начали производить, нам уже потребовались мощные газоперекачивающие агрегаты, потому что строилась компрессорная станция Портовая, которая вот обеспечивает работу Северного потока. А Северный поток строился с 2009 по 2012 годы включительно. Собственно, у нас просто не было на тот момент оборудования подходящего уровня, соответствующего уровня. Это забегая вперед к вопросу, а почему там стоит какое-то зарубежное оборудование? Кстати, какое? Это оборудование компании Rolls-Royce. Но компанию, которая производила это оборудование, уже после того, как Портовая была введена в эксплуатацию, если я правильно помню хронологию, купила компания Siemens. Поэтому Rolls-Royce обслуживает Siemens. То есть нету никакого противоречия. Так иногда бывает. А так как произвели оборудование в Монреале, то туда его и повезли ремонтировать. И тут выяснилось очень вовремя, крайне продуманно, как мы помним, санкции вводятся очень умными, продуманными, вот прям подсчитывающими до последней цифры после запятой все последствия людьми. И так как это происходит именно вот таким образом, вдруг откуда ни возьмись, оказалось, что ввести обратно газоперекачивающий агрегат после ремонта нельзя, потому что, о ужас, оказывается, этот газоперекачивающий агрегат, ГПА, будет установлен на российской компрессорной станции. То есть ты о той самой знаменитой западной формуле «закрой глаза, семь раз отрежь, открой глаза и обалдей». Да-да-да. Они открыли глаза. Тут они отрезали, видимо, даже не семь, а восемь раз, ну, по количеству газоперекачивающих агрегатов. Оказалось, что нельзя ввести обратно этот ГПА, и, по сути, пришлось сократить прокачку по Северному потоку на пропорциональной мощности этого газоперекачивающего агрегата. Кроме того, так забегая вперед, скажем, что два газоперекачивающих агрегата должны были быть отремонтированы в Монреале. Притом не сразу оба, чтобы не снижать сильно прокачку по Северному потоку, а последовательно. И вот один из них до сих пор ждет своей очереди. И эксплуатировать его уже нельзя. И были найдены неисправности в еще трех газоперекачивающих агрегатах. И таким образом из восьми штук сейчас работают только три. Если первоначально пришлось сократить прокачку газа со 167 миллионов кубических метров газа в сутки до 100 миллионов, то уже через пару дней пришлось сократить до 67 миллионов кубических метров газа в сутки. Это, кстати, не означает, что именно 67 прокачивается. Это означает, что теоретически возможный объем прокачки составляет 67. Это максимум, который обеспечивают вот эти ГПА, оставшиеся в работе. И тут что интересно? Интересна, во-первых, реакция немецкого руководства, которое тут же сказало, что это политическое решение. Ну, я предлагаю господину Шольцу, ну, если вдруг он послушает наши искрометные выступления, взять камень, подбросить его вверх, желательно над своей головой. Не над чьей-то еще, над своей, как он обычно это делает. И принять политическое решение, чтобы камень летел строго вверх, никогда не падая вниз. А после того, как камень упадет ему на лоб, желательно смотреть еще на него, после того, как он упадет ему на лоб, сказать, это было политическое решение, и в этом виноват Путин, потому что Путин заставил этот камень упасть. То есть, по мысли этих замечательных людей, если вы снижаете количество газоперекачивающих агрегатов, то только политическое решение может заставить вас при этом еще и сократить прокачку газа. Потому что эти два факта вообще никак не связаны. Количество агрегатов, их мощность, объем прокачки – это все политическое решение, конечно же, конечно же. Но тут, видимо, кто-то умный. Видимо, тот самый человек, о котором мы вот с Борисом догадываемся, что у него есть в руках калькулятор, и он иногда выдает хорошие полезные советы немецкому руководству. Так вот, видимо, этот человек с калькулятором шепнул господину Шольцу, что неплохо бы отправиться в Канаду и договориться с Канадой, чтобы она как-то часть санкций либо сняла, либо приостановила. Ну, пожалуйста, отдайте ГПА, потому что он очень нужен. Мы очень хотим газ. И вот сейчас все еще идут переговоры. Здесь я предлагаю вот на этом месте зафиксироваться, и я выскажу ряд предположений о том, как может развиваться ситуация. Притом я буду говорить от наиболее вероятного, на мой личный взгляд, на данный момент времени развития событий, к наименее вероятному развитию событий. А потом сделаю маленькую оговорку. Итак, наиболее вероятное развитие событий – дефицит. То есть это ситуации, при которой Европейский Союз, а в первую очередь это страны Западной и Южной Европы, не будут получать достаточное количество газа. Собственно, предпосылки к этому есть уже сейчас. «Газпром» вынужден был сократить поставки как немецким потребителям, так и потребителям в Италии, потребителям в Австрии и еще в ряде стран. Например, Франция перестала получать российский газ. Почему? Смотрим на количество работающих ГПА, смотрим на возможности прокачки. Даже если, предположим, побегут наши европейские друзья в суд, выиграют суд, «Газпром» обяжут что-то выплатить, дефицит газа, это не избавит от дефицита газа. То есть даже если вы получите деньги, вы можете их сжечь, получить немножечко тепла, но деньги, скорее всего, будут нулями и единичками на ваших электронных счетах, и даже их сжечь не получится. Как? Иск в суд не помогает обеспечивать страну газом? Это удивительное открытие. Я думаю, многие европейские... Все, я теперь буду молчать, слушать себя, потому что у меня это в голове не укладывается. Как же так? Есть же иск. Мы все-таки предполагаем, что Херр Шольц нас послушает. Все-таки, да. Вдруг для него это будет открытие, и он скажет, как? Варум! Варум! На чистом немецком языке произнесет он. Вот. Ну так вот, то есть дефицит. При этом этот дефицит усугубляется еще следующим обстоятельством. Теоретически Европа могла бы компенсировать вот эти выпадающие объемы ростом поставок сжиженного природного газа. Конечно, восполнить полностью было бы невозможно, потому что за первые пять месяцев Европа уже привлекла большие объемы СПГ из тех объемов, которые теоретически можно было бы перенаправить на европейский рынок. То есть объемы с краткосрочного рынка. А это далеко не весь рынок СПГ. Большая часть рынка СПГ – это средние и долгосрочные контракты, которые, извольте, исполнять. Ну вот с этого краткосрочного рынка часть объемов можно переманить высокой ценой. Что Европа и сделала с января. С января. Января 2022 года. Не февраля. С января 2022 года. Повторю еще раз. Это важно для нашей беседы. Так вот, значительная часть этого СПГ уже пришла в Европу. Она уже, эта часть уже потребляется в Европе. И теоретически можно было бы рассчитывать на какие-то дополнительные объемы, которые вводят, например, те же США. США вводят, там компания «Тоталь», допустим. Позвольте, я буду ее старым названием. Так вот, компания «Тоталь» заключает договор с американским заводом и привозит этот газ в Европу. Может так быть? Да, конечно, может быть, если бы не авария на этом самом заводе, с которым есть контракт. Завод «Фрипорт ЛНЖ» благополучно теперь будет простаивать минимум три месяца, после чего его частично введут в эксплуатацию, как сейчас предполагается. А полноценный возврат к полноценной эксплуатации намечен на конец текущего года. И то, если все будет развиваться хорошо. Я бы на это не рассчитывал, но будем исходить из этого. То есть на ближайшее время восполнить даже вот этими объемами, а это объем, ну, тоже не самый фантастический, то есть это где-то полтора миллиарда кубов в месяц, даже эти объемы оказываются недоступны. То есть даже частичное восполнение дефицита, если текущая ситуация продлится достаточно долго, невозможно. Кроме того, вслед за ростом цен в Европе, а в Европе выросли цены на фоне этой ситуации, при том выросли они с 925 долларов за тысячу кубических метров примерно до полутора тысяч долларов, полутора или 1600, вот в этих пределах они колебались, после чего цены рухнули до 1300-1350 долларов, а ничтожная цена, но параллельно с этим еще и росли цены в Азии. Вот сейчас резко потеплеет где-нибудь в Индии, или в Китае, или в Японии, или в Южной Корее, или во всех странах сразу. И вот тут начнется самое интересное. Тогда дефицит не просто приведет к тому, что газ будет стоить уже не тысячу, а полторы тысячи долларов, а он может стоить вообще любых денег. Ну, просто потому, что будет такое газовое перетягивание каната между Европой и Азией. Первый сценарий – это сценарий дефицита, при том дефицита, который может перерасти в острую фазу ценовой войны между Европой и Азией. В случае, если резко вырастет потребление. Сейчас рост потребления газа в Европе, точнее, есть только один сектор, в котором наблюдается повышенное потребление газа по сравнению с прошлым годом – это электроэнергетика. А все остальные, к счастью, для европейских потребителей, конечно же, остальные сектора демонстрируют менее впечатляющий объем, особенно промышленность. Там потребление газа сокращается. И если дела пойдут дальше по сценарию дефицита, скорее всего, потребление газа там еще больше сократится, пока, наконец, невидимая рука рынка не приведет баланс, не приведет спрос и предложение к необходимому балансу. То есть, если предложение рухнет, тогда все будет хорошо в рамках сценария дефицита. Надо отдать должное. Этот опыт уже есть. Это называется прибалтийский опыт. И есть шанс на то, что он будет масштабирован для всей Европы. Убиваем промышленность, и нам больше не нужно так много газа. Ну, это старый... Отработано. Отработано. Без проблем. Это опыт старый. Есть более новый. Есть украинский опыт. И тут мы переходим ко второму сценарию. Киев. Если Европейский Союз сейчас проводит успешные переговоры с Киевом, чтобы Киев снял претензии по маршруту, идущему через газоизмерительную станцию Сохрановка. Именно частично. То есть, это добавит в лучшем случае. Вот прям в лучшем случае, скорее всего, если мы прям вот возьмем все возможные... Все, что только можно, это добавит где-то 60 миллионов кубических метров газа. Но все-таки это часть вот этих выпавших 100 миллионов компенсирует. Это позволит дозагрузить направление австрийское и, скорее всего, позволит дозагрузить направление итальянское. То есть, и Австрия, и Италия, точнее, север Италии будут получать необходимый им объем. По крайней мере, те объемы, которые предусмотрены контрактами. Но Киев ведь что-то захочет взамен. И, скорее всего, понимая свою сильную позицию, а позиция Киева в таких переговорах будет весьма сильна, они будут спросить что-то такое невероятное, на что Европейский Союз, скорее всего, пойти не сможет. Поэтому переговоры с Киевом, я считаю, вероятными с точки зрения проведения, но маловероятными с точки зрения успешного их завершения, к обоюдному удовлетворению сторон. Как мы помним, согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Так вот, здесь оно вряд ли осуществимо. Третий сценарий – это успешное завершение переговоров с Канадой. Удивительно, что до сих пор не увенчались успехом эти переговоры, потому что, ну, казалось бы, ну, вы же приходите, вот вы, Германия, приходите к Канаде и говорите, ребятки, смотрите, вот у нас такая проблема. Нам газа не хватает, итальянцам газа не хватает, австрийцам газа не хватает. Мама родная, что творится, пожалуйста, помогите нам. А ведь через Северный поток, мы помним, получают газ еще и Польша, но мы об этом не будем говорить. Нидерланды, ну, мы не будем об этом говорить. Дания, ну, мы не будем об этом говорить, а через Данию еще и Швеция. Но об этом тем более не надо говорить, зачем эти глупости сейчас вспоминать. Ты ещё про Голландию вспомни. И про то, что газопровод опал, пройдя через территорию Германии, уходит на территорию Чехии под названием газопровод «Газел», а снова появившись на территории Германии, он уходит в сторону Бельгии и Франции. Так что этот газопровод интересен многим. Ну, вот мы как-то так намекнули, что Франция уже не получает газа. И радуется тому, что у них на дворе плюс 40. Аномальная жара, неработающие атомные электростанции по причине поломок. И вообще во Франции есть масса хороших, красивых традиций, относящихся, как известно, к 17-18 веку. Извините за полёт мысли, но у них есть шанс к этим традициям вернуться полномасштабно. То есть переговоры Германии и Канады удивительным образом всё ещё продолжаются. И какого-то благополучного разрешения мы пока что не видим. Это удивительно, потому что, казалось бы, на этом направлении Германия должна как-то сработать. Ну, должно получиться что-то. Ну, вот пока не получается. Скорее всего, получится, но пока нет. Пока вот и самый невероятный вариант развития событий – это запуск Северного потока-2. Это вот тот самый, как выражаются наши западные партнёры, слон в комнате, которого усиленно не замечают наши, собственно говоря, западные партнёры. Потому как есть газопровод, полностью готовый вот сейчас, в данную секунду, начать коммерческую прокачку газа в Германию, Чехию, в ту же самую Францию, в Австрию, в Италию. Да, то есть всем вот этим потребителям, которые сейчас испытывают дефицит, пока не острый, пока такой дефицитик газа. Так вот, а почему бы его не запустить технически? Самое смешное, что технически это решение самое простое. То есть из всего, что я перечислял, это самое безболезненное, самое простое, самое легко реализуемое решение. Не всё так просто, не всё так просто, Александр. Ведь для того, чтобы Северный поток-2 включился на полную мощность, необходимо сделать следующее. Табличку с названием Северный поток-1-2 демонтировать с того места, где она сейчас стоит. Перенести на то место, где идут трубы Северного потока-2. Там снять табличку Северный поток-2, табличку Северный поток-1 повесить на Северный поток-2, табличку Северный поток-1 повесить на Северный поток-2. Тогда в результате полнейшее соблюдение всех санкций на любой вопрос, а не стал ли работать Северный поток-2, хотя мы договорились, что он не будет работать. Немецкие руководители говорят, вот Северный поток-2, и он не работает. Все на своих местах, а Северный поток-1 работает, потому что он всегда работал, и на него санкции не распространялись. У нас все в порядке. У нас есть ГАЗ, у нас есть Северный поток-1 работающий и не работающий Северный поток-2. Вот до той поры, пока таблички не будут поменены местами, высказывание руководителя Газпрома о том, что Северный поток-2 немедленно готов к работе, не соответствует действительности. Пока таблички не поменяют, не готов. Поэтому самый вероятный сценарий развития событий – это острый дефицит. Наименее вероятный сценарий развития событий – запуск Северного потока-2. Хотя, если их поменять местами, технически Северный поток-2 запустить проще всего, а дефицита можно было бы с помощью этого избежать. Но мы имеем то, что имеем. Это о сценариях. Грабли – это не наш вид спорта. Вот на этой оптимистичной спортивной новости я предлагаю на сегодняшний день сделать паузу. Посмотрим, что принесет в следующей неделе. Какими будут новости из Европы, из Алжира, из Канады. И как там будут себя чувствовать Австралия. И не решит ли собрание пингвинов Антарктиды ввести еще более жесткие санкции, чем австралийцы. Что ж, всего хорошего. Всем спасибо за внимание. Аминь.